Более подробно я представлю всех, чтобы передавать слово. Ну и для начала передаю слово как раз Евгению Александрову Ерисанову, директору музея Пастернака, отдела Безгарственного Театурного музея. Пожалуйста, выключи микрофон. Здравствуйте, я очень рада вас видеть по такому замечательному, на мой взгляд, по поводу, потому что, поскольку я работаю в музее Пастернака, сколько я приблизительно слышу, как было бы хорошо, если бы наконец кто-то решил создать и создать вот такое прекрасное лето, то есть жизнь методического Пастернака. И я понимаю, поскольку книга у меня в руках не один день, я понимаю, как невероятно трудно шла эта работа и как, вероятно, она будет еще продолжаться, потому что не может быть, чтобы это все не было такой уже окончательный вариант. И вот эта трудность этой работы ставит меня в таком положении, я бы сказала, восторг, что я понимаю прекрасно, что я, судя по всему, на такое, на подобное вообще просто даже не способна. Для музея эта книга вообще книги такого рода для музея, понимаете, имеет особенную ценность, не только для того, чтобы лишний раз проверять маршруты наших сюжетов экскурсионных и так далее, потому что это очень важно, что мы довольно быстро теряем ориентиры какие-то, и тексты, которые произносятся каждый день, и не так или иначе. Подберяются такому внутреннему, ну, редактированию произносящего экскурсионного. А это такая хорошая вещь, которая держит себя в правильной форме, не дает все-таки сойти с дистанции и на бреду, но на чего-то. То есть это такой маршрут жизни Пастернака, мне кажется, невероятно важен. И важен он, конечно, в первую очередь для работы. Потому что, если честно, если читать ее подряд вот так вот сидеть, я понимаю прекрасно, что я, кроме всего прочего, читаю все завтра этим это делать. Все-таки я в биографию Пастернака погружена, и рассматриваю эти зоны жизни Пастернака внимательно, и тексты его внимательно на протяжении всех этих реалитов. И как будто бы мне многое что уже говорили, и даже, может быть, и не надо, что-то и лишнее, кажется. А человеку, который не знает биографию Пастернака, все-таки эта книжка будет, на самом деле, трудноватая. То есть эта книжка в первую очередь, как, мне кажется, для специалистов. Но я не ставлю категорическую точку в этом. Может быть, у вас есть другие такие-то по этому поводу. А хочу сказать огромное спасибо человеку, который выдержал эту дистанцию. То есть прошу ее, ну, не до конца видеть это. Конечно, еще Бог знает где. Вот. Но он, по крайней мере, вот этот отхиженный дистанции прошел. И Рахиль Лихт его, ну, в полном смысле этого слова, прошагал. И, ну, как она... Ну, Рахиль много делился с нами тем, как она находилась, что-то, как она складывала, уважно говоря, получала. На четыре метра, по-моему. И мы все невероятно радовались этому, потому что это какой-то совершенно удивительный восход, такой следовательский восход, когда что-то такое находишь. И этот азарт тебе передает с собой этих доходов. Это мы все помним видим. И, Рахиль, я, как всегда, я очень рада вас видеть. Очень рада. И очень рада поблагодарить еще раз, что это произошло. И, конечно, наш любимый всегдашний госмузей Анна Юрьевна. Клятис. Сергей Маклятис. Которую мы нежно любим. Которая тоже, в общем, как-то взяла под контроль эту историю. И помогла, могла и помощником, и тоже исследователем и так далее. Вот это все, мне кажется, работает на этой ценности. И о ней, я, собственно говоря, и сегодня не хотела сказать. А так сама по себе книга становится настройка музейника. Очень рада. А книга только все-таки для музейных проводников? Нет, я не могу этого сказать для книга, но у меня было все время такое ощущение, когда я ее читала. И я, кстати, сегодня открывала именно те страницы, которые связаны с нашей, с высокой болезнью, потому что она здесь упомянута, значит, соответственно, высокой болезни попала сюда. Вот, это выставка, которая наверху у нас в последнюю, в последнюю часть я делаю выставку. Я, понимаете, какая вещь? Поднимо, что я читаю не просто маршрут, вот он сегодня сделал это, сказал это, вот он там написал, это, получил письмо и так далее. Все-таки в болезни, в голове есть еще какие-то вот эти линии, которые можно, там, заблочить, четверку уже, понимаете? И это я вижу, когда я ухожу, чтобы они так вот эти линии соединялись, потому что я не случайно сейчас об этом тебе говорила, потому что это я не могу, могло и не попасть, но в июне 22-го года в основном, когда я не обматывал книгу «Сестра моя жизнь», в Женевской обмене издания Гострова, значит, с дарственной надписью. И вот надо сказать, что дарственную надпись, я не помню, просто не попадалась она у меня. А тут она приведена. Аня Ахматова и поэту, давающийся по несчастью, за чревой, кодочисткой и менее чем на половину использовали впечатлительности. И потому особо исключительная жертва физика, не умеющая чувствовать и пытающаяся быть сочувственной, в жертвении прошлого никогда не своевременных и долгих стен. С любовью от человека, который всей силы своей положил на то, чтобы не изгнать отразительное слово «мастер», из прижизненной обстановки людей и так далее. Понимаете, в 2004 году слово «мастер» возникло в разговоре со Сталином, когда тот позвонил. И тогда будет понятна реакция к мастернатру. И оно уже здесь определено, уже в этом определено. И, конечно, те, кто знает больше, чем просто имя, и прекрасные стихи, и прозу, и доктора Желада, мне кажется, что это говорит больше. Не знаю, не кажется так. Спасибо. И, конечно, передаю слово выпускальщему редактору издательства «Баслен» Миле Тиме Александровой. Здравствуйте. Добрый вечер. Я представляю издательство «Баслен», и я сегодня очень рада представить эту книгу. Мне было очень интересно слушать Ирину Александровну, потому что, конечно, у неё взгляд изнутри. Она, наверное, большую часть своей жизни занята этим человеком. А я вот задумалась, готовясь к сегодняшней встрече, что это за жанр такой, летопись, жизнь и творчество. Это книги, редко издающиеся в таком жанре, и они очень трудные, очень трудные для оформления, очень трудные к изданию, и действительно, как вы говорите, они сухие, они для специалистов, они написаны языком констатации, они языком эмоции, и, конечно, её и читать, и изучать сложно. Почему летопись жизни и творчества человека вообще нам важна? Конечно, не всякого человека, потому что есть люди, для которых летопись жизни – это ковыряние и полоскание грязного белья, а есть летописи жизни, которые десятилетиями, веками изучаются, изучаются, находятся всё новые данные, и они всегда интересны. Я вот задумалась и поняла, что лучше, чем сам Пастернак, никто ничего не скажет, очень кратко и я. Цель творчества – самоотдача. Он своё произведение вынимает из себя, из своей души, из своего сердца, из своего опыта. И поэтому, если мы знаем, как человек жил, с кем он общался, что с ним происходило, такие события были во время написания того или иного произведения, то нам это произведение в совершенно военном свете представится, окрасится иными красками и, конечно, станет более объёмным. Поэтому жизнь и творчество вот таких людей, как Борис Леонидович Пастернак, это, конечно, не рядовое запытие и очень важное, мне кажется, каждому человеку почитать и узнать не только о Борисе Леонидовиче Пастернаке, а узнать о всём том времени, в котором он жив. И особенно касаясь фигуры Бориса Пастернака, я хочу сказать, что ведь этот звериный XX век, в общем, его пощадил. Да, он не сгибил за герех, он не погиб насильственной смертью, он даже не переживал смерть каких-то очень близких своих людей, вот так рядом, но это, конечно, только на первый поверхностный взгляд. Борис Леонидович, он всегда сторонился, власть придержащих никогда не искал этой дружбы, никогда не лез в политику, и всегда старался спастись и погрузиться в труд, и труд был всегда главным его делом. Он такой человек достаточно закрытый. И вот я, оказавшись невольно, да я причастна и к полному собранию сочинения Пастернака, уже тогда я познакомилась так как бы навквозь, сила творчества, может быть, там более глубоко или поверхностно, я общалась с Ильгенем Борисовичем, и с Ильгеном Владимировным сидели рядом, работали, поэтому не очень приятно сегодня сидеть с вами заднее столовое. И вот это внешнее благополучие, оно, мне кажется, вот я смотрела на эти тексты с другой точки зрения, не с точки зрения специалиста, в общем, с точки зрения читателя. И вот в этом сухом перечислении событий вдруг возникали такие вспышки, такие, как порезы полблока, пузыри зимы, когда вдруг какое-то событие, какая-то цитата выказывала такое внутреннее напряжение его жизни, такую эмоциональность внутреннюю, скрытую, которую ты больше не увидишь нигде, как только здесь, на фоне вот этих событий. И теперь я перейду, собственно, к нашим книгоиздательским радостям. Мы, конечно, получив этот материал, мы искали форму подачи, потому что действительно огромное количество текста, текста действительно очень сложного. И вот, общаясь с художником, с Максимом Родиным, мы пришли к мысли о вот таком-то личном материале. Внешне, наверное, на первый взгляд, немножко нас даже самих это испугавших. А потом мы поняли, что вот в такой подаче есть какая-то изюминная, какая-то необычность. Линия времени, она отдельная линия времени, течёт себе. Линия пространства, отдельная линия пространства. Ты можешь вот смотреть только вторую графу и смотреть, где бывал Борис Леонидович. Вот он там из Москвы перебирается, в Берлин, там ещё куда-то, ещё куда-то, вот в Санкт-Петербург, потом в шестый период метания, то там, то здесь, то там, то здесь. И вот это основная глава, основная графа, это события его жизни. Можно читать, не отвлекаясь ни на время, ни на пространство. Вот просто течь по реке его жизни. Ну и четвёртая графа, конечно, это уже говорит о серьёзности нашего издания. Такой подход оказался, в общем, очень продуктивным. При всей его сложности оказался очень продуктивным и очень, на мой взгляд, нестандартным. Я видела несколько летописей. И вот мне кажется, что нашу книгу читать, ну, я не скажу, что интереснее или легче или труднее, но она читается несколько иначе. Вот попробуйте сравнить, если вот так. Время от времени эти текстовые потоки перебиваются фотографическими блоками. Мы сознательно отвели их в отдельные развороты, не пересекая их текстом, потому что ты можешь читать, а можешь смотреть. И я не знаю, как будет дальше, наверное, какое-то время будет тоже так же, но сейчас мы на этих фотографиях видим то, что видел сам Борис Леонидович. Это его семья на веранде дачи, уральские фотографии, обложки его сборников и журналов, где печатались его первые, в этом томе первые произведения. Улицы Москвы или Ведемарбурга. То есть мы видим то, что видел сам Борис Леонидович. Это ведь тоже очень интересно. Лица его друзей, его родственников, любимых им женщин. Мне кажется, это тоже очень интересно. И вот, например, мне очень понравилась идея, когда мы решили, что фотографии – это один пласт в друге, а текст – это другой пласт. Пусть они будут разными, такими визуальными и текстологическими рядами. Ну вот, собственно, это, наверное, всё, что я в основном хотела сказать. Я очень была рада поучаствовать в этом проекте. И я надеюсь, что мы продолжим ещё и со вторым, и с третьим, как минимум, да, Анна, Томом эту работу. Потому что, конечно, события этого века, этой жизни в этом пространстве, они очень яркие, очень интересные, достойны всяческого внимания и изучения. И дай бог, я буду с большим трепетом, с некоторой тревогой, конечно, потому что сейчас описан, наверное, самый благополучный период жизни по странам. Так что я вам считаю? Да, значительно. Потому что его детство, мне кажется, это невероятное счастье. Невероятное счастье. Родиться у матери, прекрасной пианистки и отца, талантливейшего художника, жить в атмосфере, когда музыка на своих глазах создаётся. Ты не сидишь на концерте и слушаешь готовое произведение, а ты видишь, как это создаётся. И картину ты видишь не в галерее, в раме, а ты видишь, как она создаётся с самых малых лет. Меня вот это, честно говоря, прям потрясало. И его реакции, как он выбирал, искал себе путь между музыкой и литературой. Да, вот человек талантлив и там, и там, и там, он сам думает, что предпочесть. И потом вот эти связи, эти поиски, ведь он же не привыкнул, по сути, не погнали в литературной группе. Там побыл, там побыл. Но он такой самобытный, он такой невероятный. Поэтому вот эта самоотдача творческая, из чего она вырастает, это вот здесь вот, пожалуйста, добро пожаловать, всё есть. Спасибо большое. Первый ток, да, он охватывает период с 1899 года, с 1889 года, года свадьбы родителей Бориса Леонидовича, и заканчивается в 1924 году. А сейчас попросим Анну Юрьевну, Сергея Вуклятия, профессора Свободного университета, исследователя литературы 19-го, 20-го, веку, уже больше 20 лет изучая творчество Бориса Леонидовича, рассказать про то, как проходила работа над книгой. Анну Юрьевну, с какими пришлось столкнуться с сложностями, может быть, что сдерживало, что, наоборот, помогало. Спасибо. Я довольно коротко расскажу отчасти то, о чём я писала в предисловии к этой книге, отчасти что-то добавлю ещё от себя. Ну, прежде всего, надо сказать, что считается, и об этом всегда заходит разговор, когда речь идёт о необходимости составить летопись жизни и творчества Пастернака, считается, что это неподъёмное дело, потому что жизнь Пастернака документирована очень плотно. Ну, действительно, человек тоже очень пленен в жизни, 70 лет. Масса людей вращались вокруг него, он был в центре самых значительных событий, о нём много написано. Люди упоминали его в дневниках, в письмах, в тех документах, которые донтированы обычно. он сам написал очень много писем, он получил ему тоже миллионы писем, и всё это, казалось бы, даёт очень большой ему переялт и оттянул. И отчасти это действительно так, но это в основном касается более позднего периода его жизни. Тот период, о котором писали сейчас мы с Рахель, этот период ранний, да, он заканчивается 24-м годом. То есть это период детства, отречества юности, первых лет вступления в литературу. Когда ещё Пастернаки Маку мало что знает, он не является центральной фигурой, вокруг него не завиваются эти исторические и личностные воронки. И поэтому степень документированности именно этого периода, она никак уж не легла. И многие события, даты многих событий приходилось вытягивать из очень разных источников, иногда совершенно не очевидно. Прежде всего, что нужно сказать, что в этот период, конечно, очень большое значение для человека имеет семья. для ребёнка и для подростка. И до 1907-1908 годов семья, отец, мать, брат, сёстры занимаются в большом элисе. Благо, в последнее время вышло много книг благодаря Елене Лапидовне и Пастернак, которые документируют «Жизнь семьи» с точки зрения Леонида Уисковича Пастернака. И эти книжки явились по очень большим подспорьям. Потом постепенно «Жизнь семьи» уходит на второй план, и на первый план выходит собственная жизнь Бориса Леонидовича, когда он уже поступает в университет, когда начинается его вхождение в литературные и художественные круги. И тут, естественно, настаёт вопрос о отборе событий, которые включаем или не включаем. Отбор этот сложен, потому что непонятно, какое событие могло повлиять на поэта, какое событие могло как-то отразиться в его творчестве. Может быть, это событие, которое проходит прямо рядом с ним, или в котором он отчатывает, а может быть, это какое-то легкое. Поэтому то, что мы включаем или не включаем, это действительно наше произведение. Это то, как мы видим. Нам кажется, что мы не включаем. Нам кажется, что это не влияло. с этой точки зрения, конечно, любая летопись это открыт. Насчёт датировок. Самое главное в летописи это датировка. Чем более она точна, тем лучше летит. И, конечно, мы наибольшее внимание уделяли датировку. Что здесь интересно? Интересно то, что во многих источниках, в том числе и в тех источниках, которые вызывают максимальное доверие и делались люди очень состоятельными с точки зрения научного знания, пастерназии, во всех источниках есть ошибки датировки. Зачастую они выспаны неправильным пересчётом, как это ни странно, дат старого стиля налога. И это объясняется, в общем, тем, что люди, которые переводили эти даты, они пользуются подсчётом, на пальцах, вычитали из одного числа от другого. А тут, естественно, были ошибки. Сейчас существует замечательная информация в интернете, которая помогает сделать предоставку. И получается, что многие даты нужно корректировать хотя бы из-за этого пересчёты. Наоборот, он требует очень большого внимания. Потом, значит, что ещё? Происходила коррекция дат, мы находили даты, которые выгнались. Ну, например, во многих воспоминаниях, воспоминаниях его охраны грамоте, упоминаются в 1915-м, в котором поиск Фетербург, как стопиократ, когда он переделал Пиков, как он общался с Мояковским, это такой значимый фрагмент в его биографии, в его отношении к Мояковске. И совершенно было непонятно, когда это происходило. Событие датировалось совершенно предположительно. И совершенно неожиданно, поднимая различные источники, мы наткнулись в дневнике Вильмира Хлебникова, человека, в общем, не совсем близкого к Тернаку. Это не первый круг для него близких людей. Тем не менее, в мунике Хлебникова указаны точные даты, когда он плыл в Петрограде. Это было 23-24 октября 2015 года. Евгений Борис считал, что это был Новый год. То есть, там двигается довольно сильно эта датировка и понятно, что, наверное, многое от этого может зависеть. Или, например, это более простой пример, когда Нина Берберова в своих очень значимых мемуарах Курсифмой, вызывающих очень большое доверие. Это говорит о том, что в 22-м году Пастернак присутствовал на одном обеде в Прагердиле, где, в кафе, где она перечисляет присутствующих на этом обеде. Пастернак Оренбург, Шхловский, Цветаева, Вишняк, Белый. Но устанавливается, опять же, таком, связанном с Цветаевой, что Цветаевой в этот момент в Берлине не было. Она покинула его раньше. То есть, понятно, что это ошибка памяти. Цветаевой для нас важно, потому что для нас важно, чтобы в этот момент Пастернак Цветаевой не видел и с ней не общался. Есть еще какие-то непонятные вещи, скажем, в 24-м году письмо, которое пишет Борис Леонидович Жозефине своей сестре, поздравляя ее со свадьбой, оно донтируется, как это пишет, в письме упоминается, что он пишет это письмо на субботу страстной недели. Да, страстная суббота. Почему-то в полном собрании сочинений ошибочно датируется это письмо совершенно другим числом. Сейчас, опять же, мы можем проверить календари с помощью интернета и мы видим, что страстная суббота приходилась не на, простите, не помню, на какое число там было, а оказалось, что это 26 апреля. А, да, и там было указано почему-то 17. Вот, и вот таких вещей, таких корректировок, их огромное количество, их невозможно все собрать и перечислить, потому что, ну, буквально в каждом коротком периоде есть такие штуки. еще была одна очень большая сложность, которая возникла уже скорее в 20-е годы, там, начиная с, скажем, с 17-го года, это сложность датировать публикации, потому что по странам в этот момент очень много публикуют своих произведений в разных журналах альманах, и непонятно точно в какой момент выходит этот журнал или альманах. Тот месяц или даже та дата, которая написана на самом журнале, вовсе не означает, что он вышел именно в эту дату или в этот месяц. Особенно в послереволюционный период, когда вообще все сдвигалось, да, и первый номер, скажем, там, красный номер, он выходит в июле. И поэтому очень трудно определить, когда именно этот номер оказывается доступен к публике, когда именно этот номер попадает в руки к самому поэту. Что, конечно, важно, опять же, когда он видел свою публикацию в контексте тумбит публикации и так далее. И тут это каждый раз была целая эффективная история, нужно было попытаться найти сузи, этот формат ошибки и найти наиболее близкую к реальности дату, что не всегда удавалось. Ну, например, вот один журнал, когда он выходит, он датируется на обложке Сентябрён, а в нём опубликован некролог Анатолий Франц, у которого умер 12 октября. То есть, очевидно, что он не мог выйти раньше 12 октября, хотя он датируется Сентябрён, а вышел он, скорее всего, ближе к концу года. И что надо ещё сказать, что, конечно, наибольшую свободу в документировании, в кондентировках представляют те годы и те месяцы, когда Пастернак жил не в Москве, когда он куда-то уезжает, ну, скажем, в Марбург. Вот 1912 год, особенно этот период несколько месяцев, который он проводит в Марбурге, они задокументированы настолько плотно, что мы можем сказать практически про каждый день, что делал Пастернак каждый день этого периода. Почему? Потому что очень много писем, да, он пишет почти каждый день, даже если не каждый день, то он рассказывает в письмах о том, что было вчера, позавчера, понедельник, на этой неделе, что будет на следующей неделе в четверг, ну и так далее. Поэтому получается, что каждый день задокументирован, это, конечно, прямо такое сплошное поле, вот где мы хорошо можем ториетировать. То же самое примерно происходит в письмах 16-го года с Урала. К сожалению, Борис Леонидович не вел гневников ни кота, поэтому опираться можем только на письма или на дневники его окружения. В этот период их мало. В дальнейшие периоды их будет гораздо больше и в этом смысле там будет проще работать. Хотя, надо сказать, что и дневники это тоже, как выяснилось, не всегда достоверный источник датировок. Вот мы с Рахиль уже в будущее время заскочили. Дневник Горнонга, который датирован точными числами, оказался недостоверным. То есть он датирует каким-то числом посещение музыкального концерта, но мы точно знаем, что тот артист, которого он упоминает в этот момент не был в Москве и этого концерта не могло. То есть даже в дневниках могут быть ошибки. Когда же мы говорим о мемуарах, то это всегда под вопросом, потому что понятно, что человек, который пишет об этом намного позже, он не помнит ни точной даты, ни иногда точного месяца, ни даже точного года. вот, собственно, такие сложности. И в заключение я могу сказать, что, как любая летопись, эта летопись несовершенна. Наверняка, у меня есть ошибки, так и в любом научном труде. И в этом смысле, конечно, мы всегда благодарны, если кто-то из специалистов, из коллег наших нам эти ошибки укажет. И, конечно, летопись, безусловно, не полна. Ее можно увеличивать, добавлять, расширять до бесконечности. Это тоже мы вынимаем. Это касается любой летописи. И надеемся, что когда-нибудь ученые других поколений ее дополнят, расширят, и она будет выпущена не в трех или четырех томат, как планируемые 12 томат. Но мне кажется, что и даже то, что сделали сейчас, даже несовершенный труд, он все равно будет в пользу специалистов. И вот как издательство правильно говорит, как мне сказали другие счастливчики, которые уже держали эту летопись в руках, ее можно читать. Ее можно читать просто как фербиографию. Это очень здорово. Конечно, на эту ферби я совершенно не рассчитывал. Но мы старались писать человеческие книги. Поэтому, надеюсь, что может быть действительно так и можно читать. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Интересно, что вы сказали, что может быть не три тома, четыре и двенадцать. Вы запомнили. друзья, сейчас... Вы создательство, конечно, да. В самом числе. Сейчас мы попросим Рахель Литт, независимого исследователя, который с 82-го года изучает творчество Париса Леонидовича Пастернака. С 82-го по 84-й год работала с домашним архивом Пастернака. Пастернака создала электронную версию архива день за днем, основанную на письмах, воспоминаниях. Рассказать про работу над книгой тоже. Рахель, у меня сразу вопрос. Тут, несмотря на ваш более чем 40-летний опыт изучения истории творчества Бориса Леонидовича, при работе над книгой состоялись ли какие-то открытия, удалось что-то новое. Смотрите, у меня будет очень короткое выступление, но я считаю, что довольно интересное. Дело в том, что мне однажды в какой-то замечательный день я в том смысле, как я работаю все время над лекарностью, составляю, пишу-пишу, вот Аня подробно рассказала, каким образом мы это все делаем, вот, но самое удивительное, что со мной случилось за этот период, это то, что в один день я просто нужно было описать письмо, переписку Бориса Пастернака со своим братом, и там упоминается такая фамилия Фришмана, мне нужно было Фришмана что-то написать про них, я начала искать, кто такие, собственно говоря, Фришманы, а, всем они меня заинтересовали, потому что фактически это было, они уплотняли квартиру, когда уехали родители в Германию, в Берлин, и это сыновья Александр и Борис остались в Москве, и их квартиру уплотнили, уплотнили, вот появились соседи, которые прибыли из Западной Украины, они бежали, сначала они бежали, когда началась война, Первая мировая война, потом это самое, когда началось движение польских евреев из Польши, они стали перебираться в центр России, в общем, короче говоря, мне все это нужно было найти, и я, значит, первым делом решила посмотреть, собственно говоря, Фришманы, Фришманы, кто такие Фришманы, это самое, и тут вот мне нужно сказать, такое выпадает нечасто, я думаю, вообще, в смысле, как мне выпало, впервые я не думала, что кому-то еще такое счастье выпало, просто, когда я начала искать Фришманов, я вдруг это увидела, это письмо, которое ко мне, оказывается, было давно уже отпослано, и это просто знакомый, как вы знаете, здесь на Фейсбуке, всегда есть такие, так называемые, тюрусьян, все, и вдруг человек, который, значит, обращается ко мне и говорит, и он, как раз, я на него наткнулась, потому что у него упоминается Фришмана, и он спрашивает у меня, знает, что я занимаюсь и он спрашивает, собственно говоря, а кто это такие, вот, это самое, это Фришмана, и кто такой, это, Самуил Сауович Фришман, он мне пишет так, что, пришла во мне листик, на котором, я вдруг увидела, листик, такой, оторванный листик, я не знаю, а они могут его показать, такой, совершенно оторванный есть листик, в смысле, как оторванный, часть у него, вот там, это первая часть, первая страничка немножко покормана, все, но что сразу бросилось в глаза, я вдруг увидела, он ко мне обращается, вот, кто это такие, и что у него есть, это, книги, книга, с надписью Бориса Пастернака, то есть, там автограф стоит, Борис Пастернак, на этой книжке, и он меня, собственно, спросил, кто это, и я пошла, посмотрела, собственно, вот, и выяснила, что это автограф, написанный рукой Бориса Пастернака, с его знаменитым розчерком, все, сама подпись не вызывает никакого сомнения, вдруг, я увидела, что автограф совершенно точно, это Бориса Пастернака, это его роспись, и все, это со мной такое, и я стала искать, откуда что-то, у него, оказывается, книжка есть, он мне потом, как бы, моей просьбе, вот этот вот, человек, он приехал, привез мне книжечку эту, это небольшая книжечка такого, вы знаете, я бы, так же бы, такого, типа, как вот, выпускали алфавитные словарики, очень небольшая книжечка, автограф, который никому неизвестен, то есть, в принципе, это была находка совершенно потрясающая, потому что это неизвестный совершенно автограф Пастернака, вот, и я вот занималась этим, чтобы я бы его и знала, как эти шли сломались, как это судьба, как они жили вместе, и что, собственно говоря, из этого получилось. Это довольно длинное, это, кстати, опубликовано, кажется, во втором номере знамени, я не помню, что такое, за 21-22-й, вот такой вот, там подробнейше все это рассказано вот в этой моей публикации в журнале «Знамя». Вот, и я считаю, вот такие вот находки, когда ты занимаешься просто директорностью, просто пишешь какие-то совершенно известные вроде бы вещи, если вдруг встречаешься с вещью, с которой никто о существовании не знал, и вот, так сказать, мне удалось выяснить, что это за издание, в какой, скажем, мы нашли в нашей, в израильской, это, библиотеке, нашего Берландского университета, в библиотеке нашли эту самую, эту книжку, я отсканировала и все эти листочки, вот, я считаю, это была просто большая удача, вот такое случайное чудо, будем так сказать, вот, и самое главное, что, каким образом эта книжка оказалась, там подробнее еще я рассказываю о семье вот этого человека, который мне прислал, потому что эту книжку, собственно говоря, он нашел в 1957 году, уже, после смерти своего отца, он нашел его, у него дома был шкаф книжный, который сейчас привез еще из Вильнюса, и вот в этом шкафу небольшая библиотечка, и вот там вот несколько таких очень интересных книг, вот это, это я считаю, просто удача, вот, книга, это называется, это парламент и его истории и право, то есть государство и право. Скорее всего, я так определила, что куплено это в 2012 году, когда он в 2014 году находился в Марбурге, и, по-видимому, там он эту книжку купил, потому что мы сделали исследование этой книжки, и выяснили, например, на годы издания, там много, несколько изданий было, и вот мы их все смиряли, смотрели, и все, вот такое вот интересное занятие, и такая интересная находка. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. А кустернакам, это, да, я с очень второго года, я работала в семейном архиве, в смысле, работала, я сидела у кустернаков и заставляла каталог, тогда мы еще каталог заставляли, тогда еще не было компьютера, не было Windows, не было ничего, персонального компьютера, спросили, не было. Вот, и вот я, собственно говоря, Евгений Борисович уже начал, получил заказ писать биографию пустернака, ему нужно было вот такой вот, как бы, каталог, было прям вот подрядом, каждый день, каждый день, каждый день. И вот этим я занималась у них дома. Но вот, что говоря, пожалуй, все. На этом я скруглюсь. спасибо большое за ваш каталог. Спасибо, большое, Я скажу, наверное, что это не чудо, закономерность. Чудо, это если бы мы нашли, если бы мы нашли, это абсолютно так и должно было случиться. Наверное. Если бы в этом что-то было. Так, так, давай. Я наверное стал не дарить Евгений по сторонам Давыдовой, его, не дарить биологических наук, но через Евгений Борисович по сторонам и этот гимн попросил рассказать о том периоде, который в Варгол во-первых я хотела бы рассказать очень кратко как раз об этом периоде, потому что надо просто читать книгу, а потом чуть-чуть подробнее я, если позвольте, расскажу об авторах, составителях, с которыми мы только что имели счастье разговаривать. Книга, как было уже сказано, первый том лет вся хватает 1789-1924 годы, и мне хочется заметить, что очень неслучайно, что мы наверное собираемся сейчас именно в феврале, потому что во-первых это 133 селетие с рождения Бориса Леонидовича, это кстати в общем некоторая тоже интересная дата, то есть за год свадьба Розалия Сигны и Леонидовича в конце февраля, и это совсем такая круглая красивая дата, 130 лет в феврале исполняется со дня рождения младшего брата Бориса Леонидовича, Александра Леонидовича. на самом деле было уже действительно очень много сказано об этой книге, но я хочу сказать, что она как мне кажется очень красиво разделена на пять разделов, потому что не все летописи, как я когда-то имела отношение к такой летописи жизнетворчества Боротынского, мы студенческие годы после университета это делали, и никаких делений, то есть это как бы поток времени. Здесь очень красиво вот это разделение на пять периодов. Первый называется «Годы детства и гимназии», второй «Московский университет Марклорк», третий раздел «Первые сборники и Урал», четвертый «Книга «Сестра моя жизнь»» и пятый «Семья и Берлин». Вообще я хочу как ни странно немного поспорить с идеей, что эта книга для специалистов, потому что у меня простите, конечно, потому что у меня сложилось впечатление, что она составлена написана так, что ее чрезвычайно интересно читать. Конечно, и фотографии имеют значение, которые вот по просьбе Анны Юрьевны собрал мой брат Петр Евгеньевич, дополняет какую-то такую завлекательность, но и сам текст написан так, что просто нельзя оторваться. Очень хорошо пересказано содержание писем, каких-то достаточно известных вещей, при этом они рассказаны так, например, что ты очень хочешь скорее залезть и открыть и перечитать это письмо. Это первое. Ну, помимо того, что множество, большая часть совершенно неизвестных вещей, там, уточнение датировок и так далее, замечательно то, что Анна Юрьевна, работая в московских архивах, нашла довольно много совершенно новых материалов, касающихся письм Этингера или письм Черногова. Эти материалы приводятся вообще полностью, то есть это дополнительный такой жирный плюс, потому что удивительно как хорошо и придумано, что мы не должны лезть в какую-то публикацию сейчас, а тут же это находится новый материал. Видео научное оборудование. Да, моментально вот так же, сразу сделано. И Этингеровские письма, ну, Аня делала доклад, по-моему, в Пастернаковском музее на эту тему, но они замечательно вот расцвечивают эту детскую жизнь маленького горя и это, конечно, замечательно. Мне кажется, что вообще эта книга, которая, не знаю, читается просто за два дня, если вот не отрываясь от нее, это книга о выборе. В страницах этой книги Борис Леонидович делает как минимум три очень важных выбора. Это выбор профессии, пути, выбирая сначала философии, отказываясь от философии и потом в метаниях находясь между музыкой, композиторским искусством и литературой. Второй выбор там же тоже именно в этом первом периоде это выбор страны, потому что родители уехали, родители Бориса Леонидовича уехали в Германию, Борис Леонидович несколько раз бывал в Германии, потом с семьей со своей первой женой тоже жил довольно долго в Берлине, и вот это все как раз и попадает, вот это вот выбор, что человеку, пишущему на русском языке удобно и так сказать для жизни остаться в Германии или вернуться в Россию. И это же, кстати, он еще и решает в связи с философией, потому что тот же самый вопрос вставал в 12-м году, быть ученым философом европейским или распрощаться с философией, так сказать, с такой чуждой научной жизнью, и стать художником и, соответственно, уехать в Россию. И, наконец, третий выбор это семья, потому что там прослеживается несколько романов, несколько любовных связей, заканчивается все в 22-м годах женить бы на Евгении Гвазилне Лурье в 23-м году рождением первого сына и следующие выборы, которые предстояли Павел Леонидовичу в семейной жизни, пока здесь сюда не попали. Кроме того, мне кажется, что выбор человеком всегда стоит, и будут и дальше эти вопросы, официальная писательская жизнь в 30-е годы, или не нужна она, действительно отказаться иметь из семьи, начать вторую жену. Это все, конечно, еще будет. Но здесь, мне кажется, это очень важно первый период. Там есть и маленькие, и мелкие, по сравнению с этими тремя глобальными вопросы, действительно, к какой литературной группировке себя относить, как меняется поэтический стиль, потому что сюда попадают, как я понимаю, три книги уже отражены, которые вышли за это время. Удивительно, когда читаешь эту книгу, что на твоих глазах вырастают вот эти стихи, например, прекрасные стихи книги «Сестра моя жизнь». Это, наверное, известная работа Анны Юрьевны об истории этой книги, об истории отношений с Еленой Виноград. Но когда это читаешь в эту летопись, это как-то совершенно по-особому. Вот смотришь, вот это створение написано, вот оно сейчас родилось под действием вот этого события, этой повестки. И это как-то все совершенно особенно выглядит. Значит, сейчас мы обратимся, если можно, на фотографии. К фотографиям здесь первое событие детства. Мы видим родителей Бориса Леонидовича, Розалия Сидна, Леонида Боськовича. Так, можно маленький Борис Леонидович. Этой картины нет в летописи. И единственное, кстати, я хочу сказать, что меня немножко огорчило, что мне кажется, что все-таки вот работа леонидовича, но это, наверное, было сложно очень технически. Было бы лучше давать в цвете, потому что они, конечно, ну, наверное, просто удорожают книгу, я не знаю, в общем, да, да, простите, но вот вот очень много работ на них нет, даже нет смысла, что их увеличат, но просто те, которые в цвете, конечно, по-другому смотрят, хотя там очень много графики, слава богу, что она прекрасно воспроизводится. Это вот няня Борис Леонидович «Маленький горе», и угадывается и зайчик фигура маленькой игрушки. Дальше. Потом мы переходим вот к крайней границе этого первого тома, это 22-й год, знаменитая свадебная фотография, вот Борис Леонидович в этом красивом кресле на волхонке и стулья, не знаю, и там же будет, наверное, Евгения Владимировна, да? Да, Евгения Владимировна. И после, так сказать, вот это создание этой семьи, то есть как бы две семьи, то есть одна семья создается в начале книги и вторая семья создается в конце и появление маленького Жени, да. Это вот фотография Жени с яблочком называется, по-моему, держит в руках. Графии действительно очень как-то удивительно хорошо с это сочетается. Есть еще знаменитая, я сюда не стала приводить, знаменитая, конечно, фотография на Пельбалу, где все семейство, вот, три человека, она тоже здесь есть. Очень тоже интересно, когда ты читаешь в книг, ты видишь, что тут написано, вот, Петроград, значит, сначала фотография одного маленького Жени, потом через там две, что ли, недели, уже вру, может быть, фотография троих, сеть всего семейства, и мы ее прям открываем, вот она в этой летописи, это очень красиво. Теперь я хотела вот рассказать небольшую предысторию, потому что в моем детстве, вот об этом уже сказала Рахиль, существовала такая картотека, каталожные ящики, летопись, какие-то подступы к летописи, они существовали в, это сейчас мало кто себе может представить, потому что в библиотеках этого уже не существует, на картотечных, каталожных карточках и таких длинных ящичках, вот, действительно очень много и плодотворно для пополнения этой летописи работала Рахиль с 82-го года, родители этим занимались там еще с 70-х годов, это вот как бы есть такой вот притеча летописи. Потом с появлением каких-то вернее подготовки, как бы ощущение того, что уже вот 90-й год, близилось столетия, была действительно заказана книга биографическая моему отцу Евгению Борисовичу, при этом самое любопытное, что ведь в это время еще не был упечатан роман «Доктор Живак», поэтому последние главные этой биографии были написаны очень конспективно, потом она еще дорабатывалась. Она была названа моими родителями материалой для биографии, то есть это очень, мне кажется, важно подчеркнуть, что она уже, это уже биография задумалась как такой вот первый этап, что будет продолжение, будет пополнение работы, ну и потом, слава богу, с появлением доктора Живака с свободных времен вышло множество книг, изданий, были, нам стали известны работы Лазаря Фрейшмана и множество других, и все это как бы вылилось в тот один стоп, к которому вы имели отношение. А с Рахель мы действительно познакомились в 1982 году, она про это многократно рассказывала, что она пришла на 1982 году в октябре, по-моему, если я не ошибаюсь, на конференцию, приходившую в архиве с Гали, конференцию, посвященную Малине Цветаевой, там выступал Евгений Борисович, я тогда познакомилась, мы поехали потом в скорости с ней в Переделкино, и, конечно, я очень хорошо ее помню и ее приезды в Переделкино и летом 83-го, и летом 84-го, но лето 84-го было последним для нашего жития в Переделкино, а Рахель, надо сказать, что она не только погрузилась в этот архив, и в том числе, кстати, мама с папой ее привлекли к описанию библиотеки, находившейся книг, выходившейся в кабинете в Переделкине, но и даже в поездке по разным местам. Это очень важно. Кстати, я думаю, что эти исследователи, Анна Юрьевна и Рахим, еще и побывали во многих местах, в которых проходили события в жизни Павел Смяковича. И вот, например, в 84-м году мои родители с братом Петей ездили в усадьбу Абаленская, которая тут все время фигурирует. Это то самое знаменитое место, в котором пастернаки жили летом 1902-го года около Малореславца, где был Скрябин и где пастернак упал с лошади. Такое очень важное судьбоносное впечатление. И вот фотографии. Я боюсь, по-моему, это все-таки фотографии моего брата Пети, но у Рахили наверняка тоже есть замечательные фотографии Абаленского. Можно посмотреть. Вот это то, что они видели в 84-м году. под Малой Ярославцем. Вот такие поля, железнодорожный мост. И вот вы сейчас, наверное, ромашки. И сейчас вы увидите молодую Рахиль на берегу Ки. Вот. Вот. Кроме того, значит, ну, Рахиль, уехавшую в 90-м, да, Рахиль, или в 90-м году, предприняла совершенно потрясающую поездку в Марбург. Кто видел ее в фейсбук, все это знают, но Яна сейчас решила это вытащить. Она вообще замечательно пишет. И все, вот то, что она писала о Фишмане, об автографе, которую она разыскала, на самом деле любая находка Рахиль или какие-то в Ки. В Кении это такие отдельные повести, отдельные замечательные совершенно зарисовки, которые очень увлекательно читать. И вот про путешествие, поездку в Марбург, как она там искала эту гостиницу, постоялый двор около оборонительного рва, как она нашла комнату, то есть дом, в котором была комната, в доме госпожи Орд, как она подходила к реке Луан и так далее. Можно еще вот эти фотографии? Ой, да, вот это, простите, это сюда в торбус, это вот, собственно, то место, где Рахиль появилась вот в 1982 году, где мы жили до 1984 года. Просто, ну, все, конечно, знают дом, музей, а в стороне стоит сейчас немного видоизмененная вот эта сторожка, маленький домик, мы с родителями жили именно там, и Рахиль начинала именно там свои открытия. А теперь, вот если можно, да, это вот очень нескромно, но это мы с Рахиль там спали от Переделкинских, вот, а вот это уже Марбург, это уже когда Рахиль оказалась в Германии, на каникулах приехавши, вот замечательная совершенно река, вот этот замок мармурский, она все вот прямо по тексту охранной грамоты совершенно скрупулезно вот обходила, искала, выбирала, какое место подходит, какое нет, конечно, довольно много там перестроено и застроено, но все равно совершенно замечательные виды и нашла, я помню, еще одну, да, и нет, да, да, вот это тоже виден замок и вот это дом известный, там вот и мои родители тоже бывали, там вот эта самая комната, да, в которой жил Борис Леонидович, потому что гостиница была ему не по карману и где вот сравнительно недавно появилась мемориальная доска прощай философию из-за храмной гранты прощай, да, прощай Германию и прощай Молдзе, вот, там, по-моему, прощай философию написано, в общем, вот, ну вот найдете это все, у Рахили замечательно совершенно описано. Самое главное, что о чем у Рахили по-моему, сейчас утаила, что плодом ее занятий в детстве Баруси Леонидовича появилась, стала книга. То есть, это тоже как бы вот тот материал, который вошел отчасти, конечно, и в летопись. Эту книгу кто-то и читал, и иметь счастье ведь дома. Мы переходим уже к более поздним годам, потому что насколько я понимаю, Анна Юрьевна, начавшую профессионально заниматься Борисом Леонидовичем в эпоху подготовки одиннадцатитомника, оказалась очень близким человеком, таким удивительным, просто ангел-ухранителем в последние годы, моей мамой Еленой Владимировной. И она ее сопровождала в разных поездках, и в том числе в очень такой важной тоже поездке, потому что она, собственно, тоже отражена в этот период, отражен здесь. Они ездили в Перм и во все Владимирово, где вообще существует музей Борис Леонидович. И вот я бы не совсем правильно здесь написала, это поездка в Перм, но там они уезжали во все Владимирово. Это дом, вот, видите, дом спарских, ну, наверное, Аня, поправь меня, или неправильно я говорю, но вот Анна Юрьевна и Елена Владимировна там виднеются. Потом они ездили в Смоленск, в Смоленск как бы это такое просто, было много поездок, в Смоленск это просто такая конференция по Пастернакам, но это последняя, на самом деле, поездка вот моей мамы с Анной Юрьевной, и мы еще сейчас посмотрим, если можно. Это, наверное, Перм, да, Домос? Да, 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 это Перм, вы все правильно говорите. Это Перм, да, это вообще на самом деле действие уже роман доктора Живанга. Это дом с фигурами, да. Вот такая тоже чудесная фотография, и здесь, конечно, сотрудники Пастернаковского музея, как вы увидите, вот Аня, Наталья Громова, и вот Елена Владимировна и Анна Юрьевна. А вот это вот Смоленск, это последняя поездка мамы с Аней. Да. И вот такая была зима, Польска, как он сейчас вот, припризит, и они вот ходили, там подрут. А это мне очень нравится фотография, я не знаю, не смущу ли я Рафель и Анну, но я решила ее сюда тоже поместить, это вот так вот наш пострелок. Но если вернуться все-таки к самому тексту, то главное, что для меня было потрясающе в этой книге, что она действительно очень легко читается. И даже могу сказать, считаю, что ее действительно надо читать целиком, потому что, например, у меня был ужасно смешной эпизод. Я вот так открыла и читаю. Значит, Пастернак ворует лед для больной жены черняка. И я начинаю, как это ворует лед, что это вообще такое, почему ворует лед? Но если действительно мне посмотреть предыдущую запись, историю там жены черняка, почему с такой цель, то это даже может быть анекдотической записью. Нет, но вообще это удивительно, потому что на самом деле большие сложные письма, например, пересказать двух-трех предложения и не потерять какого-то вот этого помимо того, что сделала столько много, найдены датировки, какие-то поправки, введены в научный оборот множество новых факторов, просто сам язык, как это сделано, это потрясающая удача. Что поздравляю. Анастасия, Анна Людмила, вы хотите что-то сказать давно? Да, если можно, я буквально 2 секунды хочу сказать. Я очень благодарна Елизавете Евгеньевне за такие прекрасные слова про нашу книгу. Я правда надеюсь, что её и читать, и прекратиться в научном использовании. И непустую мы работаем дальше. Я попросила ещё последнее слово для того, чтобы поблагодарить всех. Я очень благодарна, Рахель, за то, что мы вместе, и мы за то, что мы пишем это вместе. Я не знаю, как бы я это могла делать. Одна это совершенно непредставима. Во-вторых, я хочу поблагодарить семью Арисы Леонидовича, которую сейчас представляет Лиза. Но и Пётр Евгеньевич тоже мне. Действительно, и фотографии, и всякая помощь. Как только возникает какая-то необходимость, то она помощь сразу оказывается. Хочу сказать большое спасибо Андрею Русаброхину, и коллеге, которые редактировали. Ибо очень многое сделано благодаря ему. В частности, вот это теление на главы, о котором Лиза сказала, эта идея его, и благодаря ему это тело. Я тут очень рада, что он перейдет в этот факт. Но многое, но и другое он сделал, и это был скрупулезный. Он очень скрупулезный человек, который, конечно, очень облегчился. Визуально. И огромное спасибо издательству. Такая тщательная работа, которая проводилась с этой книгой. На моей истории научной много книг издано. И такого я еще увидела, чтобы это было так тщательно, так аккуратно, с таким вниманием и любовью. Людмила Алексеевна, вам отдельное спасибо, потому что на ваши плечи, в общем, основной брус и упал. Ну и спасибо всем присутствующим в зале, которых я не вижу, но ощущаю присутствие, и за то, что вы пришли послушать нас. До свидания.